Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области за минувшие сутки зарегистрировали 283 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в регионе на сегодняшний день 35724. Такие данные опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 280 человек, а всего с начала пандемии из больниц выписали 32 885 пациентов. В Самарской области до конца января продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства. Также до 31 января в регионе будет действовать запрет на посещение торговых центров подростками до 18 лет без родителей. Рейды с участием районных администрации и прокуратуры прошли сегодня в Самаре. В фокусе внимания – качество очистки дорог и дворов от снега. И если по основным улицам движение практически восстановлено, то в отдельных дворах проблемы еще остаются. Гульфия Асафина приняла участие в рейдах по Октябрьскому и Железнодорожному районам и готова поделиться своими наблюдениями. Пенсионер Алексей Зеленцов хоть живет и в многоквартирном доме, который обслуживает управляющая компания, лопату все же приобрел. Привык, чтобы двор был чистым всегда. Поэтому убирать готов снег и сам, не дожидаясь дворников. Тем более, что убирали они только сегодня. У нас зима как зима. Русская зима. Снег выпадает, бывает. Но ничего страшного. Я вот не жду, когда дворники придут и уберут. Сам выхожу и вот чищу. Хотя бы не сказал, что совсем не убирает. Но убирает, но только не вовремя. Ложка-то к обеду дорога. Как справляются со снежными завалами в Железнодорожном районе, сегодня проверили совместно представители прокуратуры и администрации. Когда вы планируете вывести снег, который скопился вдоль бордюров? Это сужение будем убирать в течение, думаю, сегодня и завтрашней ночи. Борьба с угробами в городе ведется круглосуточно в две смены. В первую очередь расчищают проезжие части улиц, тротуары, остановки транспорта, территорию соцучреждений. Только в Железнодорожном районе в расчистке улиц постоянно участвуют от 30 до 40 единиц спецтехники. Движение по дорогам стало свободнее, но вот по дворам остаются проблемы. К сожалению, да, есть у нас управляющие компании, которые игнорируют эту обязанность и, в общем-то, либо несвоевременно производят очистку, либо, что еще хуже, очистку не производят. Соответственно, работаем в этом направлении, обязываем их отрабатывать все обращения населения. Если управляющая организация идет на контакт и готова сразу исправлять недоработки, то они могут получить только простое предупреждение, как это и случилось с компанией в Октябрьском районе. 3 января, когда обильный снегопад начался, пришла экстренная заявка. Мы сразу не успели отреагировать, буквально через минут 20 аварийная служба передала нам, и мы начали убирать снег. Обычные наказания к нам не попадают, потому что мы всегда в тесном контакте с администрацией. То есть, если где-то возникает ситуация, вот как, допустим, 3 числа, мы ее сразу отрабатываем. Совместно с сотрудниками администрации внутригородского района, а также с сотрудниками дорожной инспекции, организованы рейды мониторинга вывоза снега. Без внимания не остаются и придомовая территория многоквартирных домов. Также принимается весь комплекс мер прокурорского реагирования, вносится представление, будучи это ТСЖ, либо управляющая организация. Значения не имеет. Только в январе в отношении управляющих компаний и ТСЖ городской прокуратурой выписано более 400 актов. Ко всем приложены видео и фотоотчеты. Наказание за неисполнение обязанностей штраф до 300 тысяч рублей. Гульфия Сафина, Василий Колдашов. События. Министерство культуры России поддержало концепцию Самарской области по празднованию 60-летия первого полета человека в космос. В регионе продолжается подготовка к знаковому событию не только для жителей России, но и для всего мира. Отмечать его будут не только 12 апреля, но и весь год. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров на встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой. Самарская область предложила концепцию проведения торжества на территории региона с передачей эстафеты другим областям, которые также имеют непосредственное отношение к космическим победам России. Концепцию поддержали. Министерство культуры обещало помочь с организацией масштабных мероприятий. Новогодняя космическая площадка у стадиона «Самара-Арена» проработает до 17 января. У самарцев и гостей города еще есть время прогуляться по окрасочной площадке и увидеть парад планет. Как оценивают новогоднюю иллюминацию в космической тематике горожане и непосредственно работники ракетно-космической отрасли, расскажет Лариса Шлафаст. Самара просто космос. В этом смогли убедиться все посетители праздничной площадки, которая открылась у стадиона «Самара-Арена». Здесь можно не только погулять рядом с арт-объектами и увидеть парад планет, но и узнать много интересной информации о покорении космоса. Историю о первом полете человека самарцы могут прочитать на информационных стендах на площади Куйбышева, которая в этом году также украшена с учетом космической тематики. Такая идея пришлась по душе и сотрудникам Самарского завода «Прогресс». Именно на этом предприятии в 61-м году изготовили две ступени ракеты «Восток», на которой Гагарин покорил космос. Гуляя по городу, самарцы, гости города, могут узнать много нового интересного о космосе, вспомнить славные вехи космической истории. А для нас, для работников ракетно-космических центров, это повод для гордости, потому что мы своей работой обеспечиваем доступ в космическое пространство и прославляем родной город в России и за ее пределами. За достижение в освоении космоса Куйбышевский завод был удостоен Ордена Трудового Красного Знамени. В музее предприятия «Ракете Восток» посвящена отдельная экспозиция. Здесь представлены уникальные макеты и редкие фотографии. Это изделие подтвердило свою надежность. После того, как прилетел ее Алексеевич Гагарин, с тех пор все наши космонавты летают только на самарских ракетах. К 60-летию первого полета человека в космос завод «Прогресс» готовит выставку. В экспозиции будут представлены уникальные фотографии, которые были сделаны в день приземления первого космонавта. Лариса Шалафаст, События. Доллар снова подрос в цене. Тарифы на связь в России могут увеличиться на 15-16%. А граждан России в два раза чаще стали признавать банкротами. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шаре. Доллар поднялся на 0,23%. Сегодня он стоит 73 рубля 79 копеек. А евро снизился на 0,14% и торгуется на отметке 89 рублей 64 копейки. Об этом в пятницу 15 января свидетельствуют данные Центробанка России. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки «Брент» на лондонской бирже составила 55,5 долларов за баррель. Стоимость биткоина – 37 952 доллара. Тарифы на связь в России могут вырасти на 15-16%. Аналитики связывают это с пандемией и расходами на законодательные инициативы. Например, на пакет Яровой и обеспечение устойчивости Рунета. По мнению аналитиков, в 2021 году рост тарифов будет неравномерным. Базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся корректировке в меньшей степени, нежели тарифы средней и высокой категории. Наибольший рост расходов ожидает абонентов на тарифах с абонентской платой от 500 до 900 рублей и клиентов, приобретающих услуги операторов для обеспечения удаленного режима работы, включая облачные услуги. Число банкротств граждан в России за год выросло почти на 73%. По итогам минувшего года суды признали несостоятельными 119 тысяч физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. Внесудебную процедуру списания долгов, которые запустили осенью прошлого года, проходит чуть менее 2000 россиян. Наибольшее число банкротств на 100 тысяч населения среди физических лиц ЕП зафиксировано в 2020 году в Пензенской и Самарской, Ульяновской, Волгоградской, Саратовской и Вологодской областях и в Калмыкии. Количество корпоративных банкротств в 2020 году уменьшилось почти на 20%. Мораторий на подачу кредиторами заявлений о несостоятельности компаний и предпринимателей из пострадавших от пандемии коронавируса отраслей способствовал сокращению количества банкротств в прошлом году. Запрет сняли 7 января 2021 года. Однако количество сообщений кредиторов о намерении признать компании банкротами пока не превышает средний уровень января 2020 года. Владельцы супермаркетов жалуются, что производители установили квоты на отгрузку сахара и масла по предельным ценам, а некоторые поставщики не снизили цены до установленного властями уровня. В итоге, после заморозки цен на сахар и подсолнечное масло, на федеральном уровне небольшие и средние торговые сети столкнулись с проблемами при закупке этих продуктов. Производители отказываются продавать продукцию по фиксированным ценам, либо просто игнорируют запросы торговых сетей. Существование проблемы подтвердил глава Координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин. По его словам, не сетевые магазины изначально приобретали масло и сахар у дистрибьюторов, но после заморозки цен попытались переориентироваться на производителей. Однако те, в первую очередь, обслуживают крупные торговые сети, а с новыми клиентами готовы работать на иных условиях. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Жители дома 289 по улице Новосадовой остались без газа, и такая ситуация длится с конца ноября. Причиной стала неисправная вытяжка. С просьбой помочь люди обратились к депутату Государственной Думы Александру Хинштейну. Какие есть пути решения проблемы, выяснила мэрия Елчан. Жители этого дома по Новосадовой 289 без газа уже полтора месяца. Ни еды приготовить, ни помыться, жалуются жильцы. Всему виной стала неисправная вытяжка в одной из квартир. Специализированная организация провела проверку и выдала документ, согласно которому газовые колонки использовать небезопасно. А подрядная организация не торопилась проводить ремонт. Сейчас совместно с прокурорскими сотрудниками будет дана оценка объективности тех сведений, которые указаны в актах. И управляющая компания привлечет, по всей видимости, другого подрядчика, другую специализированную организацию, которая, соответственно, выскажется относительно того, можно эксплуатировать или нельзя эксплуатировать эти вентиляционные каналы. Поскольку проблема долго не решалась, жители обратились к депутату Государственной Думы Александру Хинштейну. Было принято решение организовать собрание жильцами. На встрече представителям газовой службы и управляющей компании поручили разобраться и устранить все неудобства, с которыми столкнулись жители. В 20-30 градусные морозы отключать подачу тепла в плиты, в систему водоснабжения, жителям, где и очень много, вы видите, немолодых людей, дом строился с заводами Тарасова, где много детей и внуков. Ну, слушайте, это просто удар по здоровью людей. В течение ближайшей недели людям подключат газ к плитам, а чуть позже и к колонкам. Параллельно с этим проведут повторное обследование дымохода. Контролировать решение проблемы будут городские власти. Мэри Илчан, Николай Сидоров, События. На Самару надвигаются снежные облака. Ледяной дождь с южной части страны поднимается вверх по Волге и встречается с северным циклоном. Этой ночью Самарскую область накроет большой снегопад. Метеозависимые люди уже сейчас чувствуют смену погоды. Обострится ситуация к началу следующей недели, когда температура воздуха местами резко упадет до минус 30 градусов. Как пережить погодные качели, расскажет Мария Левина. Уже сегодня стоит приготовить лопаты. Сильный снегопад начнется в Самаре в ночь на субботу. Вот у нас холод заходит, вот это серое, это холод. А вот здесь, вот в этой части теплый воздух. И вот они за счет того, что холод сюда опускается, а теплый воздух поднимается, увеличиваются контрасты. И за счет этого у нас происходит обострение фронтальных разделов. И поэтому сильные осадки. К воскресенью снежный циклон уйдет дальше вверх по Волге и на Урал. В Самаре же останется сильный ветер 15 метров в секунду. Температура воздуха 7-11 градусов со знаком минус. А с начала следующей недели в областном центре ожидается резкое похолодание. Местами ночью градус термометра упадет до 30. У природы нет плохой погоды, но стремительные температурные качели многие почувствуют на себе. Метеозависимые люди уже сейчас начинают ощущать слабость, головные боли и сонливость. Врачи рекомендуют принимать витамин С. Перетерпеть недуг помогут хороший сон, минимальные физические нагрузки. Самым безобидным в это время будет бассейн и правильная диета. Стоит отказаться от тяжелой пищи, особенно во второй половине дня. Метеоперепады могут вызвать легкую нервозность. Здесь помогут успокоительные средства растительного происхождения. А если успокоиться самостоятельно не получается, не стоит пренебрегать обращением к медикам. Мария Ильевна, Константин Головин, События. Трезвый и резвый конкурс с таким названием прошел в Самарской области. В нем приняли участие более 100 жителей региона. Участники конкурса на своих страницах в социальных сетях выкладывали фото и видео о том, как увлекательно и по-спортивному они отмечали новогодние праздники. Каких наград удостоились победители, узнала Ольга Павлова. Любовью всей своей жизни Галина Танаева называет «Лыжи». Кататься начала в детстве, научили родители. Теперь она тоже мама и свою любовь к спорту прививает сыну и мужу. О конкурсе узнала случайно, подписавшись на группу ВКонтакте. Выложила семейную фотографию с лыжной базы «Чайка», подкрепила нужным хэштегом и стала победителем. Я за здоровый образ жизни и вообще очень люблю всякие подвижные виды деятельности. И коньки, и лыжи, и с ребенком, и на ватрушках катаемся. И мне кажется, я даже больше люблю, чем у меня ребенок. В числе победителей конкурса и семья Бакулиных. Мама Никиты – воспитатель детского сада. Развивать в детях тягу к спортивному образу жизни ей приходится ежедневно. В этом году Никита впервые встал на коньки. Его дебютная фотография собрала рекордное количество просмотров и лайков. Сегодня семья пришла за заслуженной наградой. Спорт полезен для здоровья, для всего. Поэтому я и детей стараюсь к этому привлечь. У меня кто-то и в спортивных каких-то занимается. Там дочь танцами, старшую дочь мини-гольфом занимается. В конкурсе «Трезвые и резвые» приняли участие более ста жителей нашего региона. Он прошел в рамках национального проекта «Демография» при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области и Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики. На своих страницах ВКонтакте участники конкурса выкладывали фото и видео о том, как увлекательно задорно и по-спортивному. Они отмечали новогодние праздники. Целью конкурса стало содействие к формированию активного семейного отдыха на свежем воздухе. Знаете, иногда присутствует такое вот обыденное мнение, ну что если Новый год, праздники, значит алкоголь, значит невоздержание еде, ну а потом муки совести, сброс лишних килограммов, восстановление организма и все прочее. Фотографии и видео участников конкурса собрали более 25 тысяч просмотров. Лучших определили по количеству лайков. Победителям вручили дипломы и ценные подарки, фитнес-браслеты и умные весы. Ольга Павлова, Константин Головин. События. В историческом центре Самары возродили старинный храм. Сегодня там отметили престольный праздник – День преподобного Серафима Саровского. В церкви обновили конструкции фасад и интерьер, восстановили роспись XIX века. Кроме того, при свято-серафимовском храме открыта православная классическая гимназия. Сегодня на праздничном богослужении побывал Олег Зверев. Когда в этом храме начались восстановительные работы, никто из прихожан не сомневался, что им удастся сделать из него жемчужину центра Самары. Хотя здание было не просто в запущенном, в аварийном состоянии. И вот храм возрожден. Его ценность для города очень высока – историческая, архитектурная и духовная. Старинная роспись интерьера в советские годы была варварски замазана и закрашена. Чтобы на стенах снова появились святые лики, реставраторы выполнили ювелирную работу. В этом храме сохранились вот эти росписи, которые мы видим в верхней части. Это работа известных иконописцев братьев Белоусовых, которые расписали этот храм. И когда мы сюда пришли, здесь все было закрашено, замазано, заклеено. И казалось, нет никакой возможности восстановить эти росписи. Но видим сейчас, что все вернулось в первое состояние. Мы даже не обновляли краски. Какие они были, такие они и остались до наших времен. Сегодня в храме отметили престольный праздник – почитание святого Серафима Саровского среди верующих велико, причем во всем мире. А в России он считается еще и покровителем физиков-ядерщиков. Многие сотрудники исследовательского центра, расположенного в городе Саров, считают, что успех советской ядерной программы связан с молитвенной помощью святого старца. Его икона есть в каждой православной семье. Серафим Саровский считается одним из ближайших помощников в житейских и духовных делах. И сами прихожане готовы трудиться на благо своего храма. Этим во многом и объясняется его быстрое возрождение. То ли уборка снега, то ли строительство, или ремонт. Ребята сами, они, знаете, я еще хочу сказать, не стесняются, они сами это делают. Маленький подвиг, так называемый, да, который действительно, он ярко отображается на этой жизни, на этом быте храма. Первоначально храм в честь преподобного Серафима Саровского был освящен в 1903 году, в год прославления святого старца. Здание пожертвовал городу Антон Шахабалов. В нем же располагались богодельня и странноприимный дом. А после возрождения церкви открыли православную гимназию, в которой соблюдаются как классические образовательные традиции, так и современные тренды. Есть концертные и спортивные залы. В нашей православной классической гимназии 70 учеников. И круг их интересов очень разнообразен. У нас есть музыкальное образование, все дети склонны к певческому таланту, все поют, танцуют. То есть у нас огромное внимание удивляется вне классной работе. У нас прекрасное образование, дружный коллектив, и я надеюсь, что мы будем еще больше расти, развиваться. Сегодня в честь престольного праздника ученики подготовили концерт. Для них очень важно знать православные традиции, ведь им предстоит хранить и поддерживать их уже в самом ближайшем будущем. Олег Зверев, Сергей Баскин, события. В России завершаются святки. Традиционно они длятся от Рождества до Крещения. Это пограничное время, когда мистика и реальность соприкасаются. В Самарском областном художественном музее для чуда никаких временных рамок нет. Загадочные события там происходят постоянно. В чем секрет картины Тропинина? Почему предложение руки и сердца нужно делать рядом с полотном Маковского? И какие события происходят под бой музейных часов, расскажет Виктория Шаре. Даже часы, которые стоят, дважды в день показывают правильное время. Именно с этих часов, что встречают посетителей Самарского художественного музея, начинаются его тайные загадки. В здании постройки 1915 года до революции располагался Волжско-Камский банк, и часы стояли в кабинете управляющего. И они себя ведут на самом деле, как хотят. Мы их много раз настраивали, но они выбиваются из того времени, в которое мы их пытаемся поместить, и начинают бить именно тогда, когда им это сблагорассудится. А мы стараемся идти в ногу с этим временем. Вы знаете, когда я пришла работать в музее, я очень волновалась. Такой трепет меня охватывал каждый раз, когда я переступала порог нашего дома, нашего музея. И первые мои печати на документах всегда сопровождал бой часов. И для меня это какой-то определенный символ и знак. Еще одна тайна художественного музея – вот этот портрет-загадка. Во время эвакуации его привезла в военный Куйбышев балетмейстер и хореограф Наталья Данилова. Он висел на кухне в коммунальной квартире, где жила артистка, был покрыт копотью, и разглядеть изображение, а также установить авторство было невозможно. Спустя много лет картину увидела директор художественного музея Анетта Яковлевна Бас. Она влюбилась в портрет неизвестного и отправила его в Москву на реставрацию. Вот когда сняли первый слой копоти, за спинкой кресла, на котором сидит Тропинин, ярко осветили, там оказалась подпись «Тропинин» и дата – 1939 год. Стали искать. Оказалось, что этот портрет исчез. Он был опубликован до революции. Когда установили имя изображенного, просто ахнули. Потому что судьба Спиранского была невероятная. Сын сельского священника обладал феноменальной памятью. Ему прочили религиозную карьеру, но он выбрал государственную службу. Спиранский стал одним из советников Александра Первого. И именно он придумал ту систему власти, при которой мы живем сейчас. На что Карамзин сказал царю «Государь, а вы-то где?». После чего Александр не взлюбил Спиранского и сослал в Сибирь губернатором. Но тот и там поднял экономику. Кроме того, именно Спиранскому царь поручил реализацию отмены крепостного права. Это работа – дипломный проект Ивана Айвазовского. С ней также связана примета. Если выпускник вуза постоит рядом с ней, непременно защитит диплом на отлично. Но самая верная примета связана с картиной Владимира Маковского перед объяснением, на которой изображены влюбленные. Сотрудники музея верят, если сделать предложение руки и сердца рядом с этой картиной, брак будет крепким. Есть продолжение этой работы. Эти же персонажи, но в роскошных интерьерах, находятся в Третьяковской галерее. Эта работа носит название «Объяснение». Есть реальное подтверждение этой истории. У семейной пары прекрасные детки, трое детей. И я думаю, что это совершенно замечательно, потому что музей своего рода – это портал между прошлым и будущим. Если мы здесь загадываем желание, оно непременно сбудется. Впереди 14 февраля – День всех влюбленных. И у самарцев есть отличная возможность проверить, работает ли примета. Виктория Шарой, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самара ГИС, подписывайтесь на наш Телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова